Субтитры сделал DimaTorzok Главное в обслуживании автомобиля это качественный сервис и лучше всего будет, если его будет обслуживать та команда, которая его строила, потому что эта команда лучше всех разбирается в этом автомобиле, либо должна быть другая команда не хуже уровнем, чем та, которая строила ваш автомобиль. Только в таком случае сервис автомобиля будет на уровне и автомобиль будет работать безотказно. Друзья, хочу вам рассказать историю о том, как я все-таки решился построить B58 и почему именно этот мотор. Построить B58 для нас это был вызов. Мы хотели показать всем, что мы можем строить не только GZ, потому что на то время мы построили уже очень много GZ и подписчики в соцсетях прямо уже негодовали на этот счет и говорили, сколько можно строить машины с GZ, Silvia с GZ, BMW с GZ, все с GZ. Построить что-нибудь другое интересное. И это меня промотивировало. Я захотел построить B58. Это был вызов. Это был такой же вызов, как если вы помните, я строил GT86 в тот момент, когда ее репутация была максимально плохой. Все почему-то вокруг считали, что эта машина не может ехать и не может показывать хороший результат. Я тогда посмотрел на этот кузов. У меня не было никаких вопросов. Я понимал, что если хорошо построить эту машину, хорошо настроить ее, то это будет хорошая конкурентная машина. Причем стоит она недорого. Это свежий кузов, который не ржавый. Современный крепкий кузов за очень вменяемые деньги. Это было находкой. Я рискнул. Построил GT86. Как вы знаете, это была очень успешная машина. Я стал на ней чемпионом. Я выиграл на ней множество гонок. Это была очень быстрая машина, которую не все могли догнать. И много топа я боялся просто становиться на Старцена, потому что знали, что исход был понятен. Вот ситуация с B58 похожая. Это был для меня вызов. Нам очень хотелось построить что-то необыкновенное. Доказать всем, что мы можем строить что-то кроме GZ. И как всегда, конечно же, все эксперименты, все проработки, доработки, все всегда проходили на мне, на моих. А на 3,5 там уже начинает так насыпать, что кажется, что он едет чуть ли не с холостого хода. Мой двигатель работает очень успешно с прошлого года. Я на нем проехал уже, наверное, более 20 гонок. Издевался над ним как угодно. Перегревали мы его очень крепко. Заливали в него разные масла. И такое было, да, одномоментно. И самое прикольное, что этот двигатель едет на бусте 2,4 бара. 2,4 бара избытка. Вы только представьте себе, GZ на такой мощности просто улетали в космос. На таких надувах никто не ездит. Да, понятно, что GZ выдает больше мощности на низ, в более низком надуве, но тем не менее. Поэтому этот мотор хорошо себя зарекомендовал. Это был вызов, который мы приняли, с которым мы работаем до сих пор. И я вам скажу, что именно вот такие моменты, они мотивируют больше всего что-то делать новое, что-то... Так, друзья, только что вы купили. Я прикладывал заезд Крис Форсберга, и мне показалось, что мой заезд был не хуже. Может быть, машины на VR38 моторах все едут одинаково. Я сейчас добавлю свой проезд из Лонг Бич в этом году. И посмотрите этот заезд Крис Форсберга и мой. И напишите свое мнение по этому поводу. Как думаете, чей проезд был лучше? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА